Вообще, бывает какая-то психологическая комиссия в колониях, после чего, я не знаю, человека ставят на профучёт? Ну, комиссий не бывает вообще никаких. Вот это всё, на самом деле, большая такая шляпа. Мы вчера подобрали, вот на моём стриме, там, вечерний, мы подобрали отчёты и пресс-релизы этой зоны за последние полгода. Сплошные праздники, поём, пляшем, а также психологические комиссии, пушкинские дни, отмечание праздника дружбы и так далее, и так далее. Ну, нет, эти вещи не работают. Вообще, в СИН абсолютно не работающая структура. Илья Яшин, я полностью его поддерживаю, больше, чем полностью. Когда он, собственно, вышел и сказал, что эта система не поддаётся, и не нужно её реформировать, её надо просто уничтожить. И он совершенно прав. Вот это можно только уничтожить. Совсем давно пора. Что касается поддержки вот этих вот, терроризма и так далее, слушайте, это второй тюремный бунт за последние полгода, даже меньше. Первый был в мае, напомню, СИЗО-1. И вообще, то, что мы видим в России, события в Дагестане, в мае тоже, или в апреле этого года, Крокус-Сити и так далее. Да, большой уже можно продолжить ряд трагических событий, связанных именно с такого рода терроризмом. Но это как раз из-за того, что не работают с причинами, не работают с явлением, а работают с проявлениями. Причем работают у очковстирательства. Но если ты задерживаешь в лесу каких-то смуглых людей, смуглого человека, который убегает от тебя из машины, и ты считаешь сразу, что это человек виновный в теракте в Крокус-Сити, без расследований, без всего, он просто бежит. Он просто бежит. Ты его тормозишь, работает камера на телефоне, ты его тормозишь, поворачиваешь камеру, отрезаешь ему ухо. И это нормально? И тебя на все еще не награждают. Ну, а как? Ты думаешь, что это борьба с терроризмом? Нет, это не борьба с терроризмом. Это вещь, которая разжигает желание там сеть. Недаром же об этом говорили эти четверо, осужденным. Желание отомстить. Работают с терроризмом совершенно по-другому. И да, это страшное дело, и многие страны, государства и правительства с этим борются, не могут побороться, как мы знаем. Но если делать так, как делают это российские власти, то этого терроризма будет больше. Помните Путина в Беслане третьего дня, да? Когда он сидит и говорит матерям, что вот в этом страшном теракте Беслан, школьном, виновата какая-то мировая закулисса страны НАТО и так далее, и марионетки. Неужели у Кадырова не хочешь спросить, кто взорвал его отца Ахмата, да? И вообще, кем был Кадыров? Не хочешь спросить? Кстати говоря, Адама Кадырова можно спросить. Не хочет он кого-нибудь там повоспитывать в российских колониях, кроме Никиты Жировиля, который сжигал Коран, а вот то, что там происходит? Да, на самом деле. Занесла бы дело поддержкой просто обычных нормальных мусульман, которых мучают в тюрьмах. Вот из-за этого, да, вот это корни терроризма в России, в том числе. Потому что борются не с терроризмом, а борются за свою задницу и за то, как объяснить, что вот это случилось. Сейчас будут обвинены украинцы. Они сидят в этой зоне, да? Их много там по сравнению с другими зонами. Я думаю, что они сейчас будут виноваты очень быстро. А вовсе не в СИН. И начальник в девятом. Не пригожен. Оля, вот там, если возвращаться как раз к вчерашнему случаю, у них были ножи, насколько я бабушка. Бабушка, да. Ну, то есть, я просто до сих пор не выучила, как работает весь этот тюремный рынок. Ну, то есть, раз это к ним попало, значит, какие-то сотрудники колонии были в курсе, собственно, что... Ну, это и... Разумеется. А я добавлю, тут вот тоже в чате спрашивают, с одной стороны, эти сотрудники колонии к нему ужасно относились и как бы ограничивали. Были во всем стороне, а с другой стороны продали... Деньги. Совершенно. Ну, наверное... Это просто деньги. Ну, кстати сказать, и вот эти вот ножи, и все остальное, они снимали еще и на мобильные телефоны, которые туда как попали. И надо сказать, что во время всех этих событий вчерашних нас уверяли, что вся зона оборудована устройствами, подавляющими сигналами мобильной связи. Дорогая вещь, это устройство подавления мобильной связи. Только я ее не подавлял. Я не знаю, где эти устройства. Вот я лично была на связи с осужденными в этой зоне вот в этот момент. И держали всех на промке, на промышленной зоне, и всех согнали. Вот тех, кто в этом не участвовал во всем, мы всех согнали в промышленную зону, не кормили, ничего, там, вот они сидели все и переписывали с родственниками, там, со мной переписывали. все нормально работают, все отлично. Обалдеть. Мы сегодня тоже с Айсиным уже затронули эту тему. Ты ожидаешь каких-то чисток и, я не знаю, наверное, еще более жесткого отношения к мусульманам теперь в российских колониях и СИЗО? Ну вот смотрите, на этой неделе, вот которая, собственно, кончается завтра, на этой неделе случилось совершенно необычное. Генеральная прокуратура вынесла представление директору СИД Аркадию Гостеву. Сказала, ай-яй-яй, у тебя не все в порядке в королевстве, ты плохо работаешь. А знаете, за что было вынесено представление? Вовсе не забудут в СИЗО-1 в Ростове. Не-не-не-не-не-не. Вовсе не за пытки мусульманам. Нет. Было вынесено представление, и это, конечно, загадочная совершенно вещь. Мы вот бьемся с журналистами, расследователями, специалистами из медиазоны в том числе, потому что представление это... Не выносилось никогда представление директору СИН генеральной прокуратуры, а тут вынесли за недостаточно хорошую противопожарную безопасность в колониях Чуваши. Мы подняли все сообщения из Чувашских зон. Ну, ничего там такого нет. Обычные зоны. Зоны как зоны. Ну, то есть, это явно какой-то повод. И, ну, вот, вот сейчас гости входят с выговором таким публичным, здоровым, агент прокуратуры, потому что не было огнетушителя в одной из Чувашских зон. А за Ростовом и не было выговора. И за Суровикина не будет. Ну, и как, и что? Оля, а как сотрудники колонии реагируют на подобное? Ну, плохо. То есть, активно увольняются или не увольняются, или как-то, может быть, в каких-то колониях начинают задумываться, собственно, об этом хотя бы о черном рынке внутри, когда ты передаешь предметы, которыми можно убить, например. Слушай, конечно, задумываются. Конечно, служба сейчас сотрудников СИН, ну, уже и давно, и очень многие годы, она не, мягко говоря, непочетна. Во все набирают по остаточному признаку. То есть, если ты не попал в ФСБ, в МВД, в Российскую армию, в судебные приставы, не знаю, даже в конвойные, тогда тебе дорога одна во все, там всех берут. Это уже довольно давно. Да, низкие зарплаты, хотя за последнее время два раза мы повышали довольно сильно, но по сравнению с тем, что можно заработать на войне, например, да, конечно, здесь вот мнение не сравнится. Плохие условия труда и так далее, и так далее, и так далее. Все равно люди идут. Дефицит кадров больше 20% вообще по всей этой отрасли. Идут туда, но, да, худшее из худших, да, по остаточному принципу. А меня, конечно, нужно систему, потому что эта профессия вообще-то, да, она, она уважаема, во всем мире. Директор тюрьмы, сотрудник тюрьмы, это государственный чиновник с неплохой пенсией, с выслугой лета, и так далее, и так далее, чиновник. А у нас это силовик, причем плохой силовик, да, из самых плохих. Конечно, нужно менять систему. Конечно, надо бы посочувствовать, я всегда очень неловко себя чувствую перед хорошим экспертом, замечательным экспертом, специалистом тюремным, Ане Каретниковой, она сама была сотрудником ВСИНа, она всегда поражает соболезнования, стилидализируется с сотрудниками, да, люди погибают. Слушайте, я не могу этого сделать, я наблюдаю сотрудников ВСИН сейчас на войне, и командировочных, и звербованных, особенно командировочных, которые устраивают, помогают коллегам из оккупированных территорий, помогают обустраивать там СИЗО и колонии. Ну, слушайте, это пытки, это массовые, тяжелые, жесткие пытки на оккупированных территориях, и делают эти пытки, совершают люди, у которых есть мама, папа, жена, дети, и которые ничего такого в этом не видят. Вот это вот, порождение жестокости. Нужно менять систему, нужно снимать погоны, нужно, конечно, гражданское ведомство.